Всем привет! В этом видео я расскажу как восстановить случайно удаленную папку с компьютера, о нескольких способах восстановления средствами Windows, а также с помощью какой программы это можно сделать, если без стороннего софта восстановление не удалось. Если вы случайно удалили нужную папку с рабочего стола или с другого места на компьютере, не отчаивайтесь, её можно попытаться восстановить даже без стороннего программного обеспечения. Начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Итак, если вы только что удалили папку с нужными данными, восстановить её можно нажав сочетание клавиш Windows Plus Z. Удалив папку и после чего нажав сочетание этих клавиш или же кликнул правой кнопкой мыши и выбрал «Отменить удаление», она появится на прежнем месте. Этот метод работает только сразу после удаления. Если папка была удалена ранее, то можно попытаться восстановить её из корзины. Для этого откройте корзину, ярлык которой находится на рабочем столе. Если значка корзины нет на рабочем столе, для её отображения нужно зайти в параметры, персонализация, темы, параметры значков рабочего стола и здесь включить отображение корзины на рабочем столе. Заходим в корзину, где ищем нашу удалённую папку, после чего жмём на ней правой кнопкой мыши и выбираем «Восстановить». Удалённая папка появится на прежнем месте. Эти два способа не работают, если папка была удалена сочетанием клавиш Shift-Delete. Если же данные были удалены минуя корзину с помощью клавиш Shift-Delete или перенесены в корзину и после её очистили, казалось бы, что файлы утеряны безвозвратно. Но и в этом случае есть возможность их восстановить. Открываем проводник, находим здесь папку, откуда были удалены данные, в моём случае это рабочий стол. Жмём по ней правой кнопкой мыши, «Свойства», далее выбираем вкладку «Предыдущие версии», в открывшемся окне будет несколько версий этой папки с разной датой и временем. Здесь есть возможность их открыть и посмотреть, какой есть нужная папка, после чего выбрать нужную и нажать «Восстановить». После восстановления папка с данными вернётся на прежнее место. Ещё папку можно восстановить из архива. Восстановление из архива будет возможным, если у вас включена функция истории файлов. Как включить её, вы можете посмотреть в одном из видео нашего канала, ссылка будет в описании. Чтобы восстановить папку из истории файлов, перейдите в меню «Пуск», «Параметры», далее «Обновление безопасности», «Служба архивации», «Другие параметры» и в разделе «Сопутствующие параметры» «Восстановить файлы из текущей резервной копии». Выберите нужную папку или файл и нажмите кнопку «Восстановление в исходном расположении». После чего все файлы будут восстановлены на прежнее место. Если все вышеуказанные способы восстановить данные вам не помогли, программа Hetman Partition Recovery поможет это сделать. Но прежде нужно знать, где искать удалённую папку. К примеру, документы «Музыка, фото и видео» по умолчанию хранятся в папке текущего пользователя. А папки и файлы, удалённые в корзину до и после её очистки, находятся на своём прежнем месте и никуда не одеваются, а система просто скрывает их от глаз и в будущем затирает, записывая поверх новую информацию. Корзина хранит только ссылки с местонахождением удалённых файлов, потому восстановлённую папку следует искать по-прежнему пути, где она находилась до момента удаления. Изменить расположение папки с документами по умолчанию можно, кликнув на ней правой кнопкой мыши «Свойства» и во вкладке «Расположение» изменить его, нажав «Переместить», выбрав нужную папку. Или же открыть меню «Пуск», «Параметры», «Система», «Далее хранилище» и нажать «Изменить место сохранения нового содержимого». Здесь есть возможность выбрать диск для хранения документов по умолчанию, после чего нажать «Применить». В результате на выбранном диске появится папка пользователя с документами. Поэтому в процессе восстановления, прежде чем искать папку на старом месте, убедитесь, что путь по умолчанию не был изменен в настройках. Для восстановления папки с помощью программы нужно скачать ее и запустить. Выбрать диск, на котором хранилась нужная папка и далее в мастере восстановления выбрать тип анализа. В моем случае файлы были удалены недавно, поэтому я выбираю быстрый анализ и нажимаю «Далее». Жду окончания анализа. После завершения анализа готово. Ищу нужную мне папку и нажимаю на ней правой кнопкой мыши и выбираю «Восстановить». Здесь нужно выбрать метод для сохранения и нажать «Далее». После чего выбрать путь, куда сохранять данные и нажать «Восстановить». Процесс восстановления может занять некоторое время. Готово. Данные восстановлены в указанную папку. Если папка с файлами была удалена давно или быстрый анализ вам не помог, выполните полный. После чего попытайтесь найти нужные данные или воспользуйтесь поиском. Для выполнения поиска нужно указать полное имя файла и нажать «Найти». После выбрать нужный файл и восстановить его указанным выше способом. А на этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.